Помните слова Христа? Да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх того? Ну там «да», в смысле «нет». Ну, в смысле «нет», значит «да». Так вот, что сверх того? Кто отлукал вам? Да. Заметьте, именно Иван дурак мог говорить правду, и он говорил ее просто и искренне всем, несмотря на лица. Даже царю это мог говорить, да? Ну, а что с него взять, дурак? Это ему давало право быть всегда правдивым. И он правдиво говорил. Когда мы приходим к Богу, Бог может многое благословить в нашем жизни, но то, что Бог никогда не благословит, это лукавство. От лукавства необходимо избавляться. Я знаю, когда мы приходим, у нас немало бывает опыта хитрости, там вот умеем там с двойным дном строить такие сооружения. И мы приходим, и мы пытаемся, понимаете, мы пытаемся вот и здесь тоже как-то хитро. И в служении точно так же хитро. Меня так ранит, когда я иногда по служению сталкиваюсь с людьми и замечаю, что они хитрят. Когда люди хитрят, вот хитрят они, а почему-то стыдно становится мне. Потому что мы хотим общаться с умными людьми, но не хотим с хитрыми. А умный, но не хитрый, это по сути и есть Иван, Иван дурак. Более того, я замечаю часто, знаете, такая сложность, это черты глупости. Глупый человек, он так бывает все усложнит, чтобы показаться умным человеком. Настоящий же ум, часто это простота. Для меня, наверное, одна из самых больших комплиментов, которые я вот получаю, когда мне пишут, и я так рад, что мне это пишут часто. Говорят, Виктор, вы в своих проповедях такие сложные вещи так просто и наглядно объясняете. Потому что на самом деле это важно. Это не брать простые вещи из Библии и сделать их сложными, а наоборот, брать сложные вещи и просто ясно их показать. Правда же? Вот что важно. И вот я прочитаю второе послание Коринфянам, 11 главу. Павел говорит, «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей не прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Простота – это вот здесь греческое слово означает прямота, искренность, честность, прямодушие, безыскусность. Змей нас искушает хитростью. Чтобы мы хитрыми стали, уклониться от простоты – это в хитрость уйти, в лукавство уйти. Поэтому это крайности. С одной стороны, не нужно выходить в хитрость. Грех делает многое хитрым. С другой стороны, грех простоту вырождает в примитивизм. А это уже и есть настоящая глупость. Когда мы говорим о простоте, Павел не учит, чтобы мы оставались примитивными. Павел был очень образованным человеком своего времени. Образованным и при этом простым. Это не противоречит. Вот образованный и примитивный – нет, не может быть. А простой и образованный – почему нет? Нет, вполне. Поэтому он и увещевает нас. Простота – это когда мы видим в человеке что-то настоящее. Столько усложненных людей, непонятных людей. А простота – когда у человека есть настоящий опыт жизни. Он по-настоящему живет, по-настоящему соприкасается с этой жизнью. И эта черта, я убежден, она глубоко библейская черта. Вот эта бесхитростность, которую мы видим в Иване Дураке. Недаром Иван всегда веселый, да? Чем-то мне было, он всегда веселый. А он младший, а он веселый. Его там наследство лишают, а он веселый. Почему? Потому что простой. У нас никогда не будет настоящей радости. Мы никогда не сможем исполнить слово апостола Павла «всегда радуйтесь». Если у нас там так все перекручено, так все сложно, так все надумано. Мы порой столько друг про друга надумываем, и потом с вами мучаемся. Не нужно ничего усложнять. Не нужно. Смотри просто на вещи, прямо на вещи. Недаром настоящее откровение – это не сложный процесс такой, где в конце ты думал, думал, искал, искал, вот и нашел. Нет, откровение – это значение слова «апокалипсис». Это значит снять ширму, убрать завесу. Убираешь ширму, и все видят. Тут независимо от того, сколько у тебя образований, красный у тебя диплом или не красный, и сколько у тебя штук. Нет. Ширма убирается, и все видит. Убрать завесу, и все видно. Вот точное значение слова «апокалипсис». То есть это не конец сложного и логического умственного процесса. А это просто ты вдруг начинаешь видеть. Когда мы говорим о переживаниях Бога, не имеет значения, сколько у вас образования. Это имеет значение для вашей профессиональной деятельности, для вашей деятельности на земле. И мы всегда подчеркивали важность образования для нашей жизни. Но в духовной жизни важно быть прежде всего настоящим. Если ты будешь настоящим, ты увидишь Царство Небесное. Ты переживешь его. Поэтому у нас могут быть разные успехи в наших профессиональных делах. Но в познании Бога мы здесь все с вами равны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!